Итак, друзья, ваша любимая рубрика Экскремент... Экспер... Итак, друзья, ваша любимая рубрика Эксперименты возвращается И сегодня мы будем готовить сосиски Мутанты Короче, мне уже предчувствие, что будет что-то крутое На самом деле Только не теряйте сознание, потому что сейчас будет показан Главный ингредиент Кстати, мои рассуждения По поводу глютена будут в конце ролика Но сейчас Так как это рубрика Эксперименты Что мы делаем? Из чего будут состоять логически наши сосиски? То есть нам нужна какая-то основа Вот это будет основа И глютен нужен будет для того, чтобы закрепить эту основу То есть что я выбрал? Вот такой перчик Кстати, перчик с моего огорода Я вообще посадил 4 перца Просто острых прорастил И они сейчас 4 раза в год дают урожай Вот еще такой маленький Обычно вот такие прям большие Вот такой болгарский перчик Немножко тофу хочу пористость придать нашим сосискам Ну и классический капустный вкус Я думаю, тоже плохо не будет Короче Вот я это все нарвал Я не вижу смысла, короче, снимать Типа рецепт а-ля Ребята, смотрите, я порезал капусту А теперь перец все четко и по делу, короче То есть в чем прикол этого рецепта? Что мы можем любую основу вообще придумать По логике, я еще раз говорю, я не проверял Но ощущение, что должно получиться Можем взять любую основу И просто склеить ее глютеном Вот этим пшеничным белком И это будет, по сути, сосиски Как из магазина Потому что там тот же самый пшеничный белок Вот, ну короче, вот перец Вот перчик с огорода Вот тофу Закидываем Здесь все влезет Вот кокосовое масло я хочу добавить Мне кажется, будет прикольно Чуть-чуть жирности придать Блин Зачем я взял кокосовое масло? Обязательно копченую паприку Я думаю, будет классно Вот мы прям добавим Чтобы у нас копченые будут сосисочки Черный перец Это классика Вот так И вот у меня трехсотлетняя куркума Я не знаю, она вообще Но куркуму для цвета Ну и для ее И для ее свойств Но думаю, цвет будет прикольный Вот такие желтенькие сосисочки Вот так добавим Все, сейчас это все перемешиваем И смотрим, что еще у нас получилось Блин, неудобно одной рукой снимать А я нормально Короче, у меня осталась часть лопатки В этих сосисках Так что надо будет тщательно пережевывать И самое-то главное Я забыл соль добавить Сейчас добавлю соль Не знаю по поводу соевого соуса Но я просто люблю соевый соус Поэтому я еще чуть-чуть капну Наверное, своего соуса Ребята, это портал По вкусный рецепт Подругаемся Так Ну слушайте, несмотря на то, что Там осталось кусок лопатки Я даже вижу это дерево Ну ладно, следим Это не страшно Вот, достаточно приятный цвет Сейчас будем пробовать Загустить это все глютеном Все на глаз, ребят Сейчас будем смотреть Как вообще будет загушаться Вот так он выглядит глютен Пшеничный белок Кстати, там 76 грамм белка То есть у нас достаточно будут Белковые сосиски Перемешиваем То есть, ну, в отличие от муки Это чистый белок Еще можно добавить Надо чувствовать этот рецепт Чувствовать эти сосиски Ну слушайте, интересно Интересная структура Реально такая Принимается Немного слизкая В принципе, я могу представить Что это будет С сосисками Потому что, если вы, наверное, покупали Вот именно Сосиски из пшеничного белка То там, по сути Тот же самый глютент И содержится Только Если сосиски стоят 500 рублей А в магазине 400 То вот это на озоне По-моему, рублей Это так же 400 Только сколько вот сейчас у меня Вот еще чуть-чуть добавлю Сколько у меня вот этого глютена Ушло на такое количество То есть, думаете Это заговор производителей Тайное правительство Нас обманывает То есть, что мы дальше делаем Не, наверное, еще надо глютена Вообще, белок просто Шел из ушей у нас Вот, вот, вот Уже что-то, да Уже похоже на такую Массу Более упругую Как детские же Есть вот эти слаймы Или что-то такое Да, да, слаймы То есть, вот такая Достаточно резинистая структура Мне кажется, должна получиться Я реально не знаю, что будет В конце Но вроде как Все логично Так, далее Что мы делаем По логике Мы должны сейчас Наложить Вот глютен Закрутить такую конфетку И сварить ее Сейчас будем пробовать Это много я не буду делать Сейчас У нас, наверное, будут сардельки А не сосиски Либо сосиски-уроды Или мутанты Ну вот Наверное, да Наверное, да Давайте пробуем Теперь вопрос Упаковки А, нет Слушайте, нормально Достаточно Так О, нифига себе Прикиньте Реально сосиска Сейчас получится Вот Такая жирная Причем Смотрите Я его так Запаку Офигеть Прям Ну, это круто Короче Я прям в восторге На самом деле Ух ты Так Ну что Давайте еще Три штучки Давайте сделаем Пока Потом я это доделаю Потому что Надолго Суть Всему Так Идет запись Я, блин, думаю Запись Наверное Не идет Вообще Блин Ну это Что-то жирное Получилось Это сарделька Короче Будет Так Погнали Ворачиваем Конфетку С этой стороны Конфетку Кутыри Ну это Намного Жирнее Получилось Конечно Ладно Давайте Еще Тоненькую Сделаем Ну что Вода Закипела Берем Наши сосиски И закидываем На 25 минут На супер Маленьком огне Готовится Блин Вот это Толстая Конечно Я в ней Вообще Не уверен Как в принципе И в жизни Бывают Блин Ее даже Некуда Положить Я тут В надежде На успех Варю Картошку Для пюрешки Пюрешка Будет Мятая картошка Кокосовое масло И соль Ну классическая Прошло 25 минут Сейчас будем Смотреть Что получилось Слушайте Ребят Так Сейчас Как Как Слушайте Прикольно Реально Сосиски Получились Только Сразу Скажу Хотя Хотя Не знаю Чуть Чуть Побольше Глютена То есть Тут Они В принципе Имеют Такую Сосисочную Структуру Но вот Эта Чуть Порвалась У меня Вот Но в принципе Структура Прям Конкретно Сосисочная То есть Вот у меня Осталась Вот эта Масса Я добавлю Еще чуть Больше Глютена В нее А вот Эти Сейчас Они Чуть Подсохнут И я Их Буду Жарить Ой Ребят Картошечка С кокосовым Маслом Готово Я прям В предвкушении Ну что Начинаем Обжаривать Обращайте Внимание На сковородку Надо будет Купить Новую Кстати Если хотите Поддержать Канал Или задать Вопрос Ссылка На Donation Alerts В описании Короче Отснял Я превьюшку И сейчас Пойдем Пробовать Ребят Выглядит Достаточно Аппетитно Ну что Все по Классике Мазик Картошечка И сосисочка Ну что Пробуем Давайте Я короче Как сказать Взял Среднюю Сосиску Я надеюсь Что средняя Надо Чтобы вы видели Надеюсь Что средняя Сосиска Это будет Оптимальный Вариант Глютена Достаточно То что я Туда Добавил Это Наверное Лишнее Офигенно Овощная Сосиска Есть только Немного Вкус Как будто Тесто Хотя Я вроде Глютен Типа Добавил Но Как Вот Домашняя Сосиска И сам Факт Того Что Мы В принципе Можем Теперь Делать Как бы Любые Сосиски Из Любых Ингредиентов За счет Вот Того Что мы Объединяем Их За счет Глютена Это Вообще Идея Кстати Прикольная Короче Мне Нравится Сосиска С Пюрешечкой Вот Я думаю Что надо Делать Супер Тонкий Вариант Ой Ну Короче Сложно Было Мне Реакцию Дать Потому Что Я Немного Устал И Вот Даже Сейчас Сложно Говорить Но Вот Когда Я Короче Взял Спокойной Атмосфере Вот Эту Тоненькую Сосиску Вот Именно Тоненькая Луч Что Получилось И то Она По сравнению С магазинами Сосисками Достаточно Толстая Да Я взял Эту Тоненькую Сосисочку Налил Себе Томат Нот Сел В спокойной Атмосфере А помнишь Это Прикольный Рецепт Единственное Я бы Посмотрел Ну Вот Классические Приправы Которые Используют В колбасках И попробовал Быть Добавить То есть Достаточно Рецепт Такой Творческий То есть Тут можно Пробовать И Разные Овощи Их Сочетание По количеству Разное Количество Потому Что Все Таки Кулинария Творчество Поэтому Ну Типа Удочку Я вам дал Рыбу Сами Поймаете Как Говорите Я Балдею От Наших Разговоров Ты Такой Умный Дядька По поводу Глютена Да Действительно Есть Реакция У Людей На Глютен Аллергическая Реакция Давайте Вот С вами Порассуждаем Как Маркетологи Словно Есть Реакция Например Аллергическая На Морковь Можем Мы Из Аллергической Реакции На Морковь Сделать Например Целую Индустрию Я думаю Нет Но Так как Глютен Он Содержится В огромном Количестве Продуктов Где Содержится Соответственно Белая Мука Это Просто Огромный Рынок То Соответственно Вокруг Истерии По поводу Глютена Можно Создать Целую Индустрию Что В принципе Маркетологи И сделали А так Как Мы знаем Что Очень Много Исследований Покупается Можно Покупать Статьи И так Далее То Я думаю Что Истерия Вокруг Глютена Она Очень Сильно Преувеличена Вот Представьте Что Такое Например Я не знаю Без Глютеновых Хлеб То То Это По сути Хлеб Без Белка Условно Говоря Это Просто Углеводная Бомба Учитывая Как Делают Хлеб Вот Поэтому По поводу Глютену Смотрите Сами Я бы Не сказал Что Я Эти Сосиски Например Ел Бо Каждый День И Вообще По Своему Опыту Я хочу Сказать Что Я В принципе И хлеб Исключил Из своего Рациона Вот На Постоянной Основе То Я Раньше Покупал Бездрожжевой Хлеб Но Вот Эта Тяжесть Которая Остается После Употребления Даже Бездрожжевого Хлеба Она Съесть Какой Веган Бургер Либо Веган Пиццу Я Вчера Ел Например Либо Просто С друзьями Там Приготовить Бургеры Например То В таком Случае Можно И съесть Хлеб А на Постоянке Короче У меня Нет Так что Смотрите Сами Мое Личное Мнение Что Истерия Вокруг Глютена Но Она Преувеличена Потому Что Ну Это Целая Индустрия Просто Создалась За счет Будет стоить 200 рублей Понимаете Так что Это все Происки Тайного Правительства Будьте Аккурат Так Это Павел Из будущего Короче Вот я Наделал Вот эти Колбаски Из остатков Сейчас И Отправлю В морозилку А потом Буду Размораживать И жарить Так Это Включение С будущего Слушайте Второй День Сегодня Я Ну Потушил В томатной Пасте Вот эти Сосиски Которая Толстая Была И Очень Даже Прикольно Получилось Вообще То есть И Такой Вариант Тоже Классно Сделать